Котлас сегодня остался без воды. Ее отключили в 8 утра и подадут только в полночь. Все из-за планового ремонта. На главном водоводе меняют трубу. Котлашана повестили заранее. В образовательных учреждениях сегодня выходной. Больницы создали резервный запас воды и работают в обычном режиме. У нас экстренная служба. Непонятно круглые сутки работают. И сам Горводоканал все на рабочих местах. То есть все силы организованы в рабочее время. Поэтому совместно вместе с Горводоканалом было принято решение на вторник в рабочее время провести отключение. Архангельские полицейские задержали группу мошенников. Они ходили по квартирам и, представляясь сотрудниками Облгаза, предлагали купить у них газоанализаторы. Стоимость прибора – 1-2 тысячи рублей. Аферисты продают их в 3, а то и 4 раза дороже. В настоящее время они подозреваются в пяти таких случаях. Данные граждане, предъявляя удостоверение сотрудников одной из специальных служб, предлагали гражданам установить в их квартире приборы в учетах газа. После чего, получая доплату, скрывались и заявленных работ не проводили. Сотрудники полиции рекомендуют внимательно смотреть удостоверение незваных гостей и, если есть сомнения, не открывать дверь. В Архангельской области проводится акция «Детям безопасные каникулы». Главная цель – профилактика дорожно-транспортного травматизма среди подростков. По статистике, именно на период школьных каникул приходится наибольшее количество ДТП с детьми. Основная причина – переход проезжей части в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Дорожные полицейские во время проведения акции посетят родительские собрания, на которых еще раз напомнят о необходимости использовать светоотражающие элементы и о правилах перевозки детей в автомобилях. Ледовые переправы по морю закрываются раньше срока. Уже сейчас в области не работает 17 из 49 автомобильных переправ. Большинство из них в Пинежском районе. Также ледовые переезды закрыты через северную двину в Копачево, Усть-Пинеги и Ныкали. На остальных проезд возможен, но лишь для легкового автотранспорта. Открытие движения по летним бесплатным переправам ожидается с 20 мая. Самый северный в мире новоотель в Архангельске приближается к своему открытию. Уже ведется отделка внутренних помещений отеля. На прошлой неделе два пилотных номера были приняты специальной комиссией. Пожарная безопасность, акустика, шумоизоляция, даже доступность для маломобильных групп населения – все высокие стандарты соблюдены. Для каждого из 94 номеров Архангельского новоотеля разработаны различные дизайн-проекты в едином стиле. Из панорамных окон замечательный вид на северную двину. В Архангельске это будет первая гостиница в классе «Четыре звезды». Партнером проекта стал строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Бронировать номера в отеле можно уже этой осенью, причем из любой точки мира. Новоотель Архангельск откроет свои двери в январе 2018 года. Мы рассчитываем, что это комплекс, который состоит из бизнес-центра, еще каких-то дополнительных услуг, ресторан здесь будет хороший. Все это вкупе даст хороший отель и для наших гостей, в первую очередь, и для горожан. Следующий арктический форум мы будем здесь принимать наших гостей. Куклы, расписные узоры, пряничные моржи и льдины – каждый сувенир изготовлен в северной тематике. Все это будет представлено на выставке в гостиных дворах, которая будет работать во время проведения арктического форума. Гостям предложат не только смотреть, но и пробовать экспонаты. Например, необычный витаминный напиток на основе северных ягод. Все эти продукты, они имеют определенные лечебно-профилактические свойства. Одни продукты используются для акклиматизации и адаптации людей, которые пребывают в экстремальные условия труда и экстремальные климатические условия. Другие продукты приспособлены для того, чтобы использовать их в период полярной ночи, либо в период полярного дня. Сегодня вышел в свет новый арктический спецвыпуск «Правды Севера». Мы можем диссертацию по Арктике написать. Так называется материал о съемках в Архангельске полуфинала телеолимпиады «Умники и умницы». Почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев рассказывает о международном сотрудничестве в регионе. Материал под названием «Семеро смелых и перспективных» познакомит с жизнью семи арктических муниципалитетов области. «Архангельск как арктический форпост государства российского» – такова тема интервью с историком Игорем Гостевым, который занимается возрождением Новодвинской крепости. И как ощутить себя полярникам, что полезного принесет Архангельску и области Арктический форум? Чем будут угощать его участников? Какое отношение имеет к форуму Росгвардия? Чтобы узнать обо всем этом, откройте свежий номер ПС. Артем Серов из Архангельской области завоевал золотую медаль на Всемирной зимней специальной олимпиаде, которая проходит в Австрии. В ней принимают участие 2600 атлетов из 105 стран. Артем стал первым на дистанции 25 метров в беге на снегоступах. Соревнования, которые проводятся раз в 4 года, направлены на социальную адаптацию людей с нарушениями интеллекта. Новодвинцы сдали нормы ГТО. 34 спортсмена-любителя вышли на лыжню. Горожан тестировали на дистанциях 2, 3 и 5 километров. Три круга по городскому парку стали настоящим испытанием для многих. Сегодня проводится Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готовь к труду и обороне» ГТО. Первая дисциплина – лыжные гонки. Тестируется сегодня взрослое население нашего города. Погода немножко сегодня отличается от вчерашней, что очень так хорошо тает. Все мягко, мягкая лыжня, но люди не сдаются, борются за результаты. В результате не сдали нормы ГТО по лыжам только четыре участника. Следующим испытанием станет плавание 8 и 9 апреля в бассейне «Водолей». Завтра в Архангельске и по области облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег днем с дождем. Ночью возможен туман. Ветер южный и юго-восточный слабый днем умеренный. Температура ночью 0,3, днем от 3 до 5 градусов тепла. Тип погоды второй благоприятный. Субтитры подогнал «Симон»!